так ну что друзья мои тем привет сижу вот смотрю south park на испанском языке ни хрена не понимаю честно вам скажу поэтому давайте-ка лучше взглянем на графике и поговорим про bitcoin как обычно ну что друзья во первых всех с наступившим новым годом поздравляю я что мы можем видеть с вами на трейдинг ю что bitcoin закрыл закрыл годовую свечку скажем так мягко говоря не очень хорошо посмотрите это первая в истории биткойна годовая красная свеча с медвежьим поглощением то есть посмотрите у нас полностью поглощено движение предыдущей зеленой свечи как видите раньше такого не было это конечно тревожный знак он слегка медвежий потому что технически такая штука это не очень хорошо это значит что нас может ожидать более глубокая коррекция но знаете что я вам хочу сказать друзья давайте все-таки приближаться шестимесячный таймфрейм вполне себе здоровая коррекция в рамках теста вот этой вот экспоненциальной скользящей которая только-только появилась посмотрите пятый месяц да здесь тоже мы тестируем донные значения четвертый месяц третий месяц то же самое только все более детализовано вот на втором месяце мы уже видим на двухмесячном таймфрейме мы уже видим что мы прямо сейчас тестируем нижние границы этой сетки на месячном таймфрейме конечно же ребята здесь уже стоит переключиться на хайка наши свечи здесь тревожный сигнал то что мы ушли ниже ниже этой сетки вот где начинается тревожный сигнал потому что еще раз вам напоминаю что на двухмесячном таймфрейме все в порядке вещей как кстати и по гласноуду по многим он чейн метриком мы с вами лежим прямо грубо говоря на вот самый-самый понимаете себестоимости что ли биткоина то есть ниже уже ну как бы только если в моменте и то некуда но дальше если мы идем на месячный как бы да тут видите уже мы провалились и наступает такой наступает момент что нужно понимать окей что все это было приближаемся дальше трехнедельный трехнедельный таймфрейм здесь вообще мрак посмотрите мы разворачиваемся уже в медвежью сторону по сетке и my ribbon как вы можете видеть это вообще не к добру знак может конечно типа отскок но в целом это знак в медвежью сторону и такого у нас еще за всю историю биткоина не было чтоб трехнедельный my ribbon так разворачивалась но с другой стороны друзья трехнедельный сайфер сигналит зеленую точку что является положительным знаком посмотрите сами по прошлой истории вот тем не менее такой медвежьей дивергенции состоящий из двух пиков двух бычьих рынков у нас еще тоже не было такой медвежьей дивергенции которая может привести к еще более серьезному падению короче мнения разделились сейчас грубо говоря друзья 50 на 50 настроение на рынке и что я вам хочу сказать да во первых про сайфер ребята можете меня поздравить решил сделать на новый год подарок замутил себе настоящий маркет сайфер вот ставлю его выше китайского значит ребята вот он и давайте сравним чем же они отличаются да как вы можете видеть практически ничем практически ничем в плане того как отрабатывают до осцилляторы внутри индикатора но на самом деле разница есть и мы сейчас ее обсудим и увидим но в общем для тех кто хочет заиметь реально настоящий маркет сайфер ребята я просто хочу вам сказать что у них зимняя распродажа 75 процентов скидка на lifetime пакет 750 бачей всего можно оплатить в крипте собственно что я сделал благополучно вчера и ни о чем не жалею потому что так он стоит 3000 lifetime либо если вы хотите на год попробовать то 360 долларов пакет так он стоит 1000 тоже со скидкой вот ну лучше конечно брать lifetime поторопитесь осталось чуть более суток ссылка на маркет сайфер в описании вот и короче говоря что я вам хочу сказать самое главное отличие vmc сайфера почему мне больше даже нравится бесплатный vmc сайфер потому что смотрите он отрисовывает дивергенции оригинальный сайфер этого не делает о начинается микропамп слушайте начинается микропамп в моменте когда это записываю но это ладно это все вообще офф топ короче оригинальный сайфер не рисует дивергенции ну то есть их надо самому да вот увидеть глазом провести грубо говоря вот но если мы приблизимся скажем на двухдневный таймфрейм то я думаю вы увидите главное отличие китайского сайфера он кроме диверов также конечно же показывает желтые точки ребята желтые точки которые не показывают оригинальный но правда оригинальный что делает он здесь рисует две зеленые точки в общем в целом ребята индикаторы очень похожие те у кого нету возможности купить оригинальный сайфер конечно же могут использовать vmc сайфер бесплатный а те кто хочет поддержать крипто фейса вот пожалуйста собственно покупайте market сайфер если вы хотите что крипто фейс пришел к нам на канал на стрим и мы взяли у него интервью вот но давайте вернемся к тем не менее к тех анализу битисе на скажем на недельном таймфрейме и я хочу вам показать здесь интересную вещь давайте оставим только оригинальный сайфер порадуемся я хочу вам показать здесь интереснейшую вещь друзья потому что смотрите, что у нас сейчас произошло с вами. Давайте вспомним прошедший год, друзья. Он начинался у нас где-то вот здесь. Собственно, это был очень знаковый год, потому что, смотрите, да, мы сделали перехай, да, мы сделали вторую вершину выше по биткоину, и да, мы провалились ниже сетки AMA Ribbon перед этим вот здесь, но, тем не менее, ее удержали и очень неплохо отскочили. Кто помнит, мы на этом движении очень неплохо прокатились. Вот, но, тем не менее, второй раз мы ее пробили и не удержали, и отретестили уже как сопротивление вот здесь, и это был на самом деле такой сильный сигнал на шорт. Посмотрите, сетка AMA Ribbon здесь перевернулась в медвежью сторону. Также было много других сигналов, в том числе, что вот это было вершиной рынка. Например, знаменитый P-Cycle Top, если вы помните, показал здесь вершину рынка так же, как он показывал и в предыдущих разах. Правда, он был написан уже позже вот по этим вершинам, но, тем не менее, смотрите, как он достаточно точно отсигналил здесь, но, тем не менее, первый раз он сигналил вот здесь, и это была хоть и вершина, после которой мы, конечно, упали на 70%, но этот медвежий рынок был очень стремительный, и можно считать его просто за коррекцию в большем бычьем рынке, который в итоге продолжился, после чего мы выросли еще на полторы тысячи процентов в моменте. Поэтому, собственно, вот эта вершина, она была неоднозначная, и многие тогда, включая меня, проигнорили этот индикатор. Мы, конечно, об этом говорили, показывали в видосах, но я лично говорил, что, блин, ребят, я думаю, что P-Cycle Top здесь ошибся, поскольку он написан предыдущим вершинам, поскольку мы удерживали аптренд, и даже вот здесь, ребята, к моему большому огорчению тоже, я вам говорил, что это шартовый сигнал, но я в него не верю, и я верил в аптренд, как и многие, кстати, криптотрейдеры и аналитики в то время, потому что, смотрите, у нас были повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. Мы же не могли еще предвидеть вот этого пробития, но я говорил, и все говорили вам, что если будет вот это пробитие, то это не к добру. В итоге оно случилось. Все, дальше я хочу вам что сказать? У нас пошла вот эта вот штука, очень затяжное, крутое пике. Да, оно было связано и с событиями в мире, и в геополитике, и с нестабильностью в мире, и ФРС, и так далее, и так далее, но, тем не менее, оно произошло. Так вот, что я вам хочу сказать, что отнеситесь к этому трезво, и посмотрите на это рационально, потому что глобально-то ничего не поменялось. Биткоин не перестал быть самой прекрасной безопасной формой сбережения и передачи ценностей по всему миру, это уж точно. И, кстати говоря, об этом вышла двухчасовая лекция, ребята, Андреаса Антонополуса, самого главного биткоина-евангелиста, если вы вдруг не знаете его или не видели это видео, обязательно посмотрите, это огромнейшая работа, это просто наш подарок вам на Новый год, ребята. Наши товарищи Рома из BlaBlaCrypto и CandleWave Community сделали этот перевод, сейчас он появится у вас сверху. Ребята, Андреас Антонополус обучает биткоину Сенат Канады в 2014 году. Вы послушайте просто эту пророческую речь. Вот. Это к тому, кто не понимает вообще крутость биткоина и все еще сомневается. Он там рассказывает про сомневающихся и как он сам сомневался еще 10 лет назад. Вот. А говоря про биткоин, да, у нас получается, что вот этот экстремум, грубо говоря, был, знаете, в чем вызван-то? Тем, что мы, посмотрите, как мы выросли. На самом деле мы просто очень нездоровым образом вот здесь выросли, абсолютно безоткатно. И это всегда добром не кончается, ребята. Например, посмотрите, как мы безоткатно выросли вот здесь вот, даже на самом деле вот так вот в этом цикле. Чего все и ждали, да? Все ждали еще одной вершинки, вот как отсюда, но ее не произошло. И потом посмотрите, как мы выпали еще сильнее здесь. Тут же тоже все говорили, что это дно, и сетка разворачивалась, никто не верил. И вот мы выпали, и была капитуляция. Но посмотрите, как мы быстро выпрыгнули из этой капитуляции и выровнялись. Смотрите, удаляем все это. И сейчас я вам покажу свою теорию на этот счет. Она, в принципе, соотносится с теорией удлинения циклов и уменьшения возвратов. Посмотрите, что происходило все время глобально. Вот у нас у биткоина был вот такой некий супертренд. Смотрите, у нас вот здесь вот было много касаний, вот здесь вот было очень много касаний, мы накапливались в нем. И в итоге вот здесь мы к нему поджались, на нем встали и пробили этот супертренд, после чего упали на 50% и завершили медвежий рынок. Смотрите, да, вы можете, конечно, сказать, что вот здесь тоже был некий такой супертрендик, который мы сразу же быстро пробили и тоже упали. Но я бы этому сейчас не придавал особого значения. Но если хотите, тоже можем оставить. Не вопрос. Вот у нас был тоже супертрендик и пробитие с долгим падением. Вот у нас был супертрендик пробития уже с менее затяжным падением. И сейчас нужно понимать, что у нас снова был уже тренд, опять же, замедляющихся возвратов, скажем так, замедляющихся иксов. Вот он был, посмотрите. И я думаю, что вы можете согласиться также, что мы его уже пробили. Смотрите, мы тут его удерживали, тут мы его организовали, да. Здесь мы его ложно пробили на коронадампе, но это по всем рынкам было. Здесь мы его удержали два раза и безоткатно ушли наверх. Что мы сделали здесь? Смотрите, мы пробили его вниз. Мы пробили его вниз. Причем здесь можно по-разному, на самом деле, смотреть. Можно вот так вот поставить. Здесь можно даже, знаете, как сделать? Здесь можно даже как-то вот так на это смотреть. Но это не изменит того факта, что у нас все равно, посмотрите, тренд ослабевает. То есть, ну, опять же, это в логарифме. В логарифме у нас идет некая вот такая вот история с уменьшением возвратов. Конечно, если вы посмотрите это в линейной шкале, тут будет все по-другому выглядеть. Но мы сейчас говорим про логарифмическую. Вот, соответственно, что мы здесь увидели? Мы тоже пробили этот тренд и ушли ниже. И посмотрите, мы ушли ниже, опять же, как вот здесь, сильно ушли ниже под сетку EMA Ribbon. В принципе, здесь мы уходили долго сильно ниже, здесь мы уходили ниже уже не так долго. И сейчас мы, предположительно, тоже уже, как бы, возможно, нащупываем дно и формируем очередной какой-то тренд, еще более такой, как бы, расслабленный, что ли, и неторопливый. Но, тем не менее, куда-то к новому, куда-то в новый all-time high, понимаете? В последующем уже, конечно же, снижением. Вот. А что еще говорит в поддержку этого? Ну, например, P-Cycle Bottom. Опять же, обратный индикатор P-Cycle Top, написанный также не так давно, но, тем не менее, по предыдущим двум значениям, которые точно совпадают, собственно, он написан таким образом, чтобы они точно совпадали, он выдал дно вот здесь. И, на самом деле, как вы можете видеть, мы сильно ниже не ушли. То есть, он выдал дно на тени, он выдает дно всегда чуть-чуть раньше. И вот мы ушли на двойное дно. В принципе, как это вот и здесь было, тройное дно и здесь, и вот сейчас мы ушли еще чуть ниже. Это, на самом деле, достаточно сильный сигнал. Теперь, смотрите, обнуляем все это. Запомнили, держим в уме. Теперь, смотрите, возвращаемся на трехнедельный таймфрейм ненадолго. Я вам напоминаю, что на Cypher'е, на хайконаши, именно включенных свечках, есть очень точный индикатор – трехнедельная зеленая точка. Она случается всего когда? Три раза за всю историю биткоина на дне медвежьего рынка. Ну, третий раз сейчас нам предстоит узнать, так это или нет. На обычных свечках, если вы включите, тут будет больше мешкотни вот здесь вот, как вы можете видеть. Поэтому помните, что Cypher, индикатор Market Cypher, написан для свечек хайконаши. Вот. И помните, опять же, также, что индикатор Market Cypher можете купить в течение полутора суток со скидкой 75% по ссылке из описания. Вот. Поэтому ждем здесь, опять же, отдаляясь на месячный таймфрейм, ждем здесь для подтверждения зеленую точку на оригинальном Cypher'е и, возможно, что желтую на VMC Cypher'е. Вот. Ну, теперь смотрите самый разрывняк. Трехдневный таймфрейм и рубрика «Фишечки от наших подписчиков». Товарищ написал мне в YouTube, Грин говорит, я пересмотрел все индикаторы, посмотри, говорит, Fear Zone Expo. И я нашел этот Fear Zone Expo, вот так он пишется, и по аналогии с ним нашел еще Grid Zone Expo, на всякий случай, и вот он так пишется. И смотрите, что они делают, ребята. Причем нас интересует трехдневный таймфрейм свечи хайконаши. Посмотрите, как точно, опять же, отрисовывают в районах дна этот Fear, то есть индикатор экспоненциального страха, отрисовывает точно, собственно, там же, где EP Cycle Bottom, там же, где была реальная капитуляция, то есть на дне рынка. Причем чуть заранее сигналит, чтобы вы успели саккумулировать позицию. Также и Grid Expo, если вы посмотрите, сигналит. Но он больше, конечно, сигналит, не по делу, но тем не менее. Давайте я отключу свечи, чтобы вам было виднее только индикаторы, как бы экстремум над сеткой EMA Ribbon и под сеткой EMA Ribbon. Сетка EMA Ribbon тоже, кстати, очень крутая штука, ребята. Это средний скользящий, то есть по сути это средняя цена биткоина на самом деле. И чем старше таймфрейм, тем среднее цена без вот этих вот пампов и дампов, как бы честная цена битка. Вот здесь, допустим, видно, ясно, что у нас была честная цена битка в районе 9 тысяч долларов в год стояла. Сейчас, соответственно, у нас честная цена битка где? Ну, вот она на самом деле, это 30 тысяч долларов с копейками. Ну, не суть. Обратите на другое внимание, что эти экстремумы, вот, которые Grid, жадные, да, экстремумы, они тоже выдавались, в принципе, на локальных пиках, где можно было локально подшартить или разгрузиться. Но глобально вот что меня здесь поразило. Вот этот пик, Grid, был только здесь. А я вам напоминаю, что это было 64 тысячи по биткоину. И также я вам напоминаю, что P-Cycle Top здесь отсигналил. То есть, ребята, смотрите, какой прикол. Получается, что все-таки пик бычьего рынка был вот здесь, а не здесь, как всех обманули. Также это видно и по многим альтам, включая BNB, у которых пик был вот здесь. Получается, что у нас с вами был, опять же, классический треугольник, где нас всех развели, просто нам не дали этот высокий пик, не дали лонгистам собрать все сливки под конец бычьего рынка. Еще полосили знатно, кто там откупал дно. Вот. И у нас была стандартная совершеннейшая ситуация вот с таким вот треугольником, как и всегда, собственно, который пробился вниз. И вот мы уже валяемся и капитулируем. После двух очень сильных сигналов, что это дно. Ну, сигналов, на самом деле, больше. Я вам показал и на Cypher, и так далее. Ну, и, в принципе, надо понимать, что это биткоин. Ребята, это вам не какое-то дерьмо собачье. Поэтому сейчас показать вам хочу очень крутой момент, которого я услышал от нашего коллеги Криптозомби. Респект ему большой. Короче, он показывает синхрон некого Майка, который говорил на шоу On The Margin на подкасте Blockwork. И это просто должно снести вам крышу, ребята. Это очень бычий прогноз, абсолютно аргументированный. Поэтому послушайте прямо сейчас и зацените. Я понимаю, что это может звучать как вероин, но я все-таки это собрал в несколько слайдов. Я думаю, что для Крипто дно мы все-таки сформировали, но это не относится к акциям. Итак, по сути, вот эти слайды, которые я подготовил. Графики с вероином. Сейчас я их расширю. Окей, итак. По сути, это то, что я думаю, нужно объединить из сказанного ранее в этом эпизоде, тобой и Сантьяго. Я думаю, что прямо сейчас очень весомым аргументом будет то, что Крипто отходит от влияния процентных ставок. Но это длилось целый год, буквально как одна сделка. Сейчас мы смотрим на корреляцию между ликвидностью и индексом S&P 500. И если посмотреть на Биткоин, то все на графике выглядит очень похожим. Но я думаю, очень важным элементом в понимании данной динамики является то, что Крипто опережает ожидания боликвидности. И в конечном итоге то, что происходит повсеместно на рынке, в Крипто происходит на несколько месяцев раньше. У меня не получается это все совместить, но если вы посмотрите на движение цены, то увидите, что Биткоин и Крипто будут опережать то, что в итоге происходит с Насдак и S&P 500, завязанных на процентные ставки. Важно отметить, что одна из динамик изменилась, она перестала работать. Если вы посмотрите на эти линии на данном графике, то увидите достаточно плотную корреляцию между данными ликвидности и S&P 500. Теперь этого нет. Примерно после мая и для Крипто закрепились две важные динамики, представляющие собой Крипто, управляемую базовыми динамиками в большей степени, чем ликвидностью. Это не самые лучшие динамики, так как все рушится, но они все еще в большей степени подвержены влиянию фундаментальными динамиками Крипто, а также макро-базодержателей Крипто, которая обеспечивала соблюдение взаимосвязи между ликвидностью процентными ставками Крипто, значительно сокративших свое присутствие. Так что сейчас у нас образовалась в большей степени база из розничных держателей Крипто, что доказывается данным сборным графиком от CoinMetrix, который называется MVRV. И, друзья, чтобы было понимание, что это из себя представляет, MVRV – это рыночная стоимость против реализованной стоимости. Рыночная стоимость – это капитализация, цена, умноженная на количество монет в обращении. Реализованная стоимость – это интересный показатель от CoinMetrix, берущий из ончейн данных цену на момент, когда биткоин последний раз менял своего хозяина, помноженное на количество переданных монет. То есть, по сути, это стоимостная база. И в данной схеме предполагается, что изменения, ведущие к большему изменению цены биткоина, вызваны спекулянтами. То есть, при большем MVRV является сигналом того, что у руля находятся спекулянты, и значит, мы близки к вершине. А когда MVRV внизу, означающий, что рынок в основном контролируют ходлеры, что обычно значит рыночное дно. И, как вы можете видеть здесь, мы находимся на историческом минимуме. Для показателя MVRV. Последний раз, когда MVRV был на самом низу, это был конец 2018-го, начало 2019-го. И если посмотреть на то, что произошло с ценой биткоина, после низов MVRV в 2019-м, по сути, мы только и росли до следующего бычьего рынка. Я не пытаюсь это предсказать, но интересно заметить, что мы как бы... Нет, ты предсказываешь. Еще как. Это... Ты предсказываешь. Это твое ожидание. Я думаю, что происходящее с биткоином и крипто в будущие 12 месяцев будет больше похожим на этот график, чем только лишь движение вниз. И то, что мы вместе с Джейсоном много раз обсуждали... Забавная динамика в том, как люди смотрят на 2018-2019 год, будто это мрачный пейзаж медвежьего рынка. Но флактуации цены вверх были такие, что, посмотри, с 5 до практически 15 тысяч движение составляло от 150 до 200%. И я думаю, то, что мы сейчас ожидаем, это... Посмотри, настрой на рынке настолько плох, что если биткоин вырастет в два раза, но никто это не назовет бычьим рынком. Я думаю, что мы практически здесь. Я думаю, что мы действительно формируем в дно. Кругом негатив, разочарование. Ты говорил об этом, Сантьяго. Я думаю, что распространение такого настроя означает формирование дна. Так что в конечном итоге, то, что я говорю, это согласие с тем, что ты сказал. Я думаю, что первый квартал будет кошмаром для фонды. Все, что обнулится из-за NASDAQ и S&P с точки зрения оценки, а не с точки зрения прибыли. Но, на мой взгляд, крипто это опережает. И для крипто худшее уже здесь. Но оговорюсь, если завтра рухнет TCG, Binance, Тизер, то мы уйдем сильно ниже. Но я не думаю, что мы продолжим видеть нисходящие низы от этой точки. Вот такое мое предсказание. В общем, вот такие вот дела, ребята. И как отмечает, опять же, криптозомби, KedUp, его завод. Вот у нас многие акции просели, извиняюсь, на 99-95%. Beyond Meat, кстати, офигенные акции, вегетарианское мясо, Coinbase и так далее. То есть это фондовый рынок просел, извините меня, Zoom 89%, Tesla 72%. А биткоин при этом, на самом деле, стоит и держится всю дорогу, все это время на уровне. То есть фондовый рынок, на самом деле, вот здесь весь обрушился. А биткоин это сделал раньше и уже удерживается. И что примечательно, вот мы с вами говорили о вот этой вот всей штуке, которая является просто дампом к вот этому всему неоправданно быстрому росту. Так и посмотрите, мы что сделали? Мы просто вернулись, опять же, на свою очередную макротрендовую, понимаете? Очередную новую макротрендовую, походу. Потому что вот как бы мы точно узнаем, она это или она будет чуть ниже в ближайшем будущем. Но то, что мы развернемся и пойдем от нее потом сильно наверх, гораздо сильнее, чем вот эти два горбика, это, ну, к гадалке не ходи. Это же верблюд, ребята, а у верблюда голова, сами знаете, смотрит куда. В космос, как у птеродактиля. Вот, все ссылки в описании. Это был Гринни, спасибо, что посмотрели. По позициям чего? Ну, я бедау прикрыл пока, потому что плюс хороший. Но, тем не менее, локально 38-ю фибу вроде как удерживаем, возможно. Возможно, удерживаем, но это не точно. Посмотрим пока. Я пока прикрыл в пользу других позиций. Экспериментирую с щитками на Байбете, на Битгете. Все ссылки на бирже в описании. Главное, успеете маркет сайфер купить, кто хочет, потому что реально остался один день. И торгуйте осторожно с риск-менеджментом. Всех еще раз с Новым годом. Большой респект всем, кто был на криптогоне. Это был супер эпический стрим. Несмотря на предпраздничную суету, многие спикеры не смогли прийти, но все равно у нас было очень много интересных гостей. Вот, мы разыгрывали криптопризы. У нас было разыграно где-то около 2000 долларов в разных криптовалютах. И до сих пор, кстати, кто под этим стримом напишет комментарий, все еще может участвовать в розыгрыше, потому что у нас осталось там пару-тройку призовых мест, по-моему, которые мы не раздали. Также пишите обязательно комментарий. Ставьте лайк, ребята. Всех с Новым годом. Пускай он будет еще гораздо более профитный. Вот. А по лайткоину, да, видите, TRDR как четко отрабатывает. Я вам показывал. Я не буду сейчас повторяться уже, но посмотрите предыдущие стримы, как отрабатывает TRDR четко вообще. Желтый ордербук вот здесь. И все, и понеслась. Поэтому я сейчас вижу просто по лайткоину, и по многим факторам, что это тузамон. Поэтому буду лонговать. А вы делайте, что хотите. Всем профитроли, хорошее настроение. И в общем, да. Саус парк на испанском. Как жесть. И увидимся в следующем видео. Пока. Всем профитроли.